Шерстяные носки, шапки и шарфы раньше покупали редко, потому что вязать умела почти каждая женщина. Со временем этот промысел был незаслуженно забыт, а клубок пряжи и спицы стали атрибутами бабушек. Сегодня пуховязание в Оренбургской области возрождают, и не где-то, а в историческом центре народного промысла в Сорокташском районе. Инициаторами идеи стали сотрудники музея имени Черномырдина. В тестовом режиме они набрали в студию 10 человек, разработали специальную программу. В результате девочки своими руками создали настоящие произведения искусства. У всех платок разный, у каждого выбирали свой узор, у каждого своя каемка, у каждого своя обвязка. Ни один платок у нас получился не похожий на другой, потому что они выбирали то, что им нравилось. Вот они связали каждую по платочку. Это случилось за два с половиной месяца. Это очень трудно было, потому что мы все связали руками, и середину, и обвязки, и каемочки. Процесс пуховязания очень увлекательный, но непростой, особенно если вы впервые в руках держите спицы. Чтобы связать средний платок с самым простым узором, вам потребуется в среднем 4 месяца. А также ваше внимание, терпение и усидчивость. Впечатляет, когда за этим занятием видишь совсем юных школьниц. Настя Лой учится в 7 классе. В прошлом году найти курсы ее привел интерес к забытому промыслу. Я никогда ничего не умела по поводу вязания не вязать, и спицы в руках никогда не держала. И решила прийти на вязание и попробовать, узнать, что это такое, научиться делать какие-то узоры. И с первого занятия не все сразу получалось, конечно, но стало очень-очень интересно. Любовь к вязанию в Динаре у Тибалиевой воспитала мама. Она с детства привлекала дочь к рукоделию. Но пока девочка не пришла в студию пуховязания и подумать не могла, что сможет связать настоящий пуховый платок. В этом году юным мастерицам предстоит еще более сложная работа – связать платок традиционного размера. Татьяна Никитична же надеется, что в будущем для их мастерской найдется место в музее имени Черномырдина, который в Черном отроге сейчас активно строится. Тогда и процесс возрождения традиционного для Оренбуржья промысла пойдет быстрее. Алена Блечь, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.